Я бы тебя так сильно обнял. Да? Да. Я бы не сопротивлялась. Попозже, если повезёт. Да. Не знаю, что думать об этом эскимосском поцелуе. Это был идеальный момент для настоящего поцелуя, но он ничего не сделал. Я озадачена. Просто озадачена. Уилл объявился. Поздороваемся? Идём, я вас познакомлю. Как дела? Привет. Рад видеть. Я тоже. Это Денис. Привет. Как дела? Замечательно, а у тебя? Уилл мой хороший друг, один из немногих, с кем я могу обсудить личные проблемы. Не терпится познакомить его с Денисом и узнать его мнение. Я здесь всего полчаса, и кое-кто уже оставил мне свой номер. Ей в Индиане уже трое мужчин свой телефон дали. Что? Я даже не прошу. Внимание, ей не занимать. Сходи с ними на обед, собери остатки и принеси мне. А если им не только еда нужна? Тогда играем не до того. Ты-то меня ещё не поцеловал, может, воспользуюсь шансом. Боже мой. Все торопят. Что, не целовал я её? Нет. Нет? Что? Ты шутишь? Серьёзно? Мне нужно время. Долго не жди, если будешь медлить, она подумает, что в этом плане она тебе неинтересна. Да, не хочу при Элайджа. Конечно. Просто расслабься хоть ненадолго. Я вижу, что она нервничает, ждёт, когда я решусь на первый шаг. Меня это слегка пугает. Понятно. Страшно перед ней открыться? Да, и вообще перед людьми. Я так давно забочусь об одном Элайдже, что даже удивился тому, как сложно мне открыться перед другим человеком. Переживаю, что могу потерять Денис, если не решусь на следующий шаг. Я пошёл. Хорошо. Успехов. Позову, если что. Меня немного огорчает то, как всё складывается. Как будто бы я вовсе не нравлюсь Джону.